здравствуйте дорогие городники у нас заканчивается июнь месяц и сейчас идет активный налив плодов томатов это очень важный период в росте самих томатов поскольку в этот период достаточно часто томаты испытывают стресс определенной перри ориентацию на генеративный рост томаты наливается и растению зачастую бывает достаточно тех плодов которые они успели завязать они их успели немножко накормить и дальше им что называется не интересно развиваться вот в этот период очень важно чтобы у нас хорошо работала корневая система и вовремя произвести подкормки конечно мы исходим изначально исходим с того в каком состоянии у нас находится сам куст есть мы видим хоть какой-то намек на то что куст может перейти в генеративное состояние то есть вот именно вершина куста вот если мы посмотрим вот здесь вот видите то есть он должен быть как бы одинаково вот примерно с пальцем толщиной и вот он дальше идет то есть ничего утоншение никакого нет то есть выровненный куст он гармонично развивается тогда он будет завязывать и дальше наливаться плоды на следующих кистях на более высоких конечно это зависит не только того как развивается кусты это зависит еще конечно это условий если у нас 50 градусов тепла в теплице то завязывание просто не произойдет но мы исходим из того что позволяет и температурный режим и микроклимат теплицы позволяет чтобы у нас завязаны происходило но надо сделать так что вот именно растение не перешли генеративный рост и помочь еще дополнительные и налиться самим плодам конечно для этого мы обязательно вот в этот момент применяем корневые стимуляторы для того чтобы хорошо работал корневая система если таковые есть и люди как бы применяют такой стимулятор как-то даже спринталга например есть неплохой вот агромастер если стимулятор корнеобразования вот разочек в этот период можно дать также разумеется подкормки в равных частях где азот фосфор калий то есть если идет никакого жирования у нас нет а помидорчики на мощи надо накормить то есть особенно если это крупноплоды вот они прямо наливаются и на себя берут очень хорошо питание вот уже сейчас они такие тяжелые а могут быть и и намного конечно тяжелее то есть они вырастают этот сорт например минусинский властелин он вырастает томаты до килограмма то есть чтобы накормить их конечно нужно достаточно очень мощный тоже кусты довольно-таки сильный и хорошее питание вот в этот период не забыть как бы вот сделать данные мероприятия что мы еще обязательно делаем мы конечно обязательно следим за тем чтобы у нас на кустах не образовывались понятное дело пасынки посынку им потому что лишнее во что-то нам кроме как в сами томаты во что-то еще чтобы куст на что на что-то тратил свои силы конечно допускать нельзя чтобы росли какие-то большие пасынки например да следим понятное дело за подкруткой за подвязочкой то есть растение должны нормально держаться чтобы ток шел хорошо чтобы не было никаких вот полиганий и тому подобные вот таких вещей что еще можно сделать когда у вас например перешло вы видите что сто процентов переходит генеративный рост и дальше вы просто урожай не получите конечно можно если плоды достигли своей уже величины и чуть-чуть побурели конечно их можно снять еще не спелыми этим самым вы тоже вы видите вот буквально вы видите растение которое перешло в генеративный рост опять на вегетативное развитие у вас опять начнут завязываться если сейчас идет активный сброс верхний например завязи у вас начнут завязываться верхние цветы это тоже один из приемов которые многими многие огородники пользуются я иногда сам тоже прибегаю к этому варианту когда вижу что именно смотрю что растение резко уходит вот именно генеративный рост я вижу что внизу у меня завязаны крупные плоды они наливаются и все они сдержали весь куст дальше его раскачать очень сложно пока не уберу я эти крупные плоды а ждать например когда они созреют вот полностью на кусту я вот только и получу несколько спелых плодов а хочется получить конечно побольше когда мы их убираем если они технической спелости они очень быстро созревают в теплом месте то есть при температуре там 25 градусов темным даже и светлым месте не важно они буквально меньше чем за неделю у вас заспеют и мало потеряет вкус во вкусе почти не потеряют ничего это снятые такие томаты конечно если мы снимаем совершенно зеленые плоды ищи которые даже им еще развиваться и развиваться и расти и расти вот если мы например снимем там не с нижней кисти а вот какой-то зеленый вот плод вроде бы крупненькой помидорка давайте мы ее положим и она покраснеть она покраснеет в итоге про краснеть будет конечно недели две три вот и вкусовые конечно характеристики будут совершенно отличаться от тех которые должны быть у этого сорта вот то что нужно сделать и на что нужно обратить внимание именно сейчас в этот ответственный момент когда у нас идет активный налив томатов а на этом сегодня все до свидания до скорых встреч